Тем временем 40 спасателей Шимкента вернулись домой из паводковых регионов. Ситуация в затопленных областях, куда их направили для оказания помощи, стабилизировалась. И теперь они приступили к выполнению своих повседневных задач. Со спасателями встретился Бахром Абдулаев. Усен Рахматулаев с нетерпением торопится домой к семье. Дома его ждут родители, дети и супруга. С началом паводков в Казахстане Усен вместе с 40 спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям Шимкента направили на запад страны. Мобильная связь с семьей была не всегда. Но сейчас, после возвращения Усена домой, накрыли Дастархат, а все переживания испарились, признаются родные спасатели. В эти дни очень сильно переживали. Целый день слушали новости, выискивали информацию в социальных сетях. Было страшно за нашего ребенка. На протяжении почти месяца спасатели Юга помогали жителям подтопленных сел в Акмолинской области, откачивали воду, доставляли продукты питания и вызволяли людей из захваченных большой водой сел. Поступило оповещение о поднятии уровня воды, но люди не хотели покидать свои дома. Было такое происшествие в селе Ярослав. 15-летний подросток, страдающий диабетом, остался в селе, отрезанном от суши. Дорогу почти в 3 километра смыло водой, а у подростка закончился инсулин. Нам пришлось доплыть на лодке до села, забрать подростка и возвращаться назад, против течения. Но из-за низкого уровня воды пришлось грести веслами. Спасатели признаются, что самой большой наградой для них стала благодарность людей, которым помогли. Хочу выразить огромную благодарность сегодняшней проведенной операции. На территории садового сельского округа приплыли сотрудники МЧС, которые оказали нам помощь в переправе плотины по реке Желанды. Выражаем большую благодарность КЧС из города Шимкента до переправы отрезанного с села Садовая. Спасибо большое. Времени на отдых, как признаются спасатели, совсем нет. Они сразу же приступили к своей повседневной работе. И сейчас проверяют техническую готовность не только транспорта, но и плавательных средств и всего оборудования. Бахром Авдулаев, Жан-Серик Барумбаев, Шимкент, Первый канал Евразия.